Начинающие журналисты часто спрашивают, должен ли человек, работающий в СМИ, разбираться в том вопросе, о котором пишет. Сила медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой. У журналиста есть такой имидж, есть такой образ, что это человек, который не разбирается в предмете, о котором пишет, но просто владеет некими инструментами, некими технологиями создания текста или съемки, монтажа картинки. На самом деле журналистика начинается в тот момент, когда журналист задает осмысленные вопросы и умеет находить причины и следствия, противоречия в том, что говорят его источники, в том, что говорят очевидцы, эксперты, специалисты. То есть для того, чтобы сопоставить информацию, для того, чтобы понять, что из этого важно, что из этого манипуляция, а что из сказанного достоверно или, по крайней мере, непредвзято, для этого нужно понимать то, что вам говорят. И поэтому очень весело, в кавычках весело, выглядят корреспонденты, которые прилетают на 5 минут на какую-нибудь конференцию, важную отраслевую конференцию по атомной энергетике. Говорят, кто здесь организатор, выхватывают этого организатора, приталкивают так к стене и говорят, что у вас здесь происходит. И, значит, человек такой, у нас тут специалисты важные собрались, чтобы обсудить важные вопросы. В результате мы получаем сюжеты на телеэкране, которые выглядят, 28 февраля прошла встреча важных вопросов по важным вопросам. Какой смысл от этого сообщения? Ну, никакого честного смысла. Поэтому журналист, который разбирается в том, о чем пишет, он делает более качественный, более объемный, более грамотный материал, чем человек, который не разбирается в этой теме. Я, собственно, почему держу здесь у себя подсказку, я просто вам сейчас расскажу, какие разные сферы деятельности есть, о чем журналист рассказывает. Мы не всегда вот этот список помним и держим в голове и вообще представляем, но каждое из этих направлений, оно собирает определенный пул журналистов, которые понимают, как эта система устроена или индустрия как устроена, кто там сейчас играет какую роль, какие взаимоотношения между разными организациями, компаниями и государственными структурами, которые регулируют эту часть и эту отрасль. И они такие объемные, они такие обширные, что невозможно найти человека, который бы разбирался в них всех. Поэтому выбирать свою тематическую специализацию может быть не менее важно, чем выбрать и понять то, что вас привлекает с точки зрения жанра, с точки зрения формата или медиаплатформы. Мы сейчас поговорим про форматы и медиаплатформы, но с точки зрения содержания, смотрите. Есть социальная сфера образования, здравоохранения, городское планирование, качество жизни, ЖКХ, пенсионная система, благотворительность, общественные организации. Вот эта жизнь, эта часть социальной жизни, для того, чтобы писать о ней грамотно, а не просто повторять или перепощивать или рерайтить чужие пресс-релизы, вам нужно понимать, как это устроено, что за люди там работают, на каких условиях основаниях, какие у них есть цели, какие у них есть препятствия, как регулируется их деятельность. И если вы начинаете потихонечку в этом разбираться, то вы становитесь не просто говорящей головой или ретранслирующей головой, а вы действительно становитесь автором, журналистом, редактором, мнение которого и материалы которого имеют значение, имеют влияние на жизнь общества. Это вот большая социальная сфера. Журналисты, которые разбираются в образовании и здраво об этом пишут, их немного. Журналисты, которые пишут о здравоохранении и понимают, как эта система устроена, и задают небанальные вопросы, их не так много. И поэтому люди, которые не из журфака, которые сначала получили какое-то базовое другое образование, погрузились, может быть, поработали в этой сфере и затем проявили интерес и получили профессиональную дополнительную подготовку в области журналистики, этим людям чуть проще, наверное, быть журналистами тематическими, чем людям, кто прошел журфак и имеет такое очень поверхностное и очень отдаленное представление о том, чем живет индустрия и как она устроена. Очень много людей в редакциях не имеет базового журналистского образования. Это нормально. Программисты приходят в редакции работать, медики, биологи, историки, социологи. У них есть представление о какой-то сфере жизни, которая им была, наверное, интересна. И плюс они об этом интересно пишут, интересно рассказывают. Это мы только про социальную сферу поговорим. Ну, например, есть другая большая сфера – это наука и технологии. Для того, чтобы грамотно писать о научных исследованиях и о каких-то инновациях в области технологий, вам недостаточно просто прочитать пресс-релиз. Если вы не разбираетесь, не понимаете, если у вас нет базовой подготовки или базового опыта работы в этой сфере, то я вам пришлю какой угодно пресс-релиз, и вы примите на веру. Вы просто перепечатаете, перепишите этот материал, может быть, поменяете там глаголы, немножечко порушив смысл. Но тогда нет вот этого вашего дополненной ценности, которую вы придаете в журналистский материал. Есть просто перепечатка того, что вам подготовил пресс-секретарь. Вы теряете вот эту свою уникальность, эту свою ценность как журналиста. Разбирайтесь, выбирайте ту сферу, ту тему, которая вам интересна. Копайте глубже, приобретайте опыт, идите работаете, либо идите на стажировки, поработайте изнутри этой сферы, налаживайте связи и контакты среди экспертов вот этой индустрии. И тогда ваши материалы будут более грамотными, качественными, объемными и интересными. Тема спорта, например, или тема культуры, она не возникает вопросов. Да, есть отдельно спортивные журналисты, есть отдельно медиакритики, театральные критики, кинокритики. То есть мы как-то предполагаем, что для того, чтобы писать что-то адекватное о спорте, нужно понимать что-то в спорте. А почему-то про социальную сферу мы так не думаем, что про образование может писать кто угодно, кто ходил в кино, тот может написать рецензию. Неправда. Нужно понимать, нужно разбираться, нужно уметь задавать вопросы, искать, сравнивать, сопоставлять, находить причины и следствия. Поэтому мой ответ на вопрос, а надо ли журналисту разбираться в том вопросе, в котором он пишет? Мой ответ, конечно же, да. Иначе это не журналистика, иначе это просто рерайт, копипаст, ретрансляция, но не журналистика, но не добавление какого-то смысла и ценности для той аудитории, для которой вы работаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok